Итак, при помощи конечной разности приблизим производную скорости по времени и производную параметров по времени, или координат шара по времени. Производная скорости по времени будет равна скорость в следующий момент времени минус скорость в текущий момент времени делить на разницу между моментами времени. И то же самое с производной координат шара по времени. Это будет координата в следующий момент времени минус координата в текущий момент времени делить на разницу между моментами времени. Подставим вот эти приблизительные равенства в исходную систему уравнений. И выразим скорость и координату в следующий момент времени через скорости и координаты в текущий момент времени. И получим следующее. Скорость в следующий момент времени будет равна скорость в предыдущий момент времени минус вот такое выражение. А координата в следующий момент времени будет равна координата в текущий момент времени плюс скорость умножить на разницу между моментами времени. Здесь можно сделать небольшое переименование. Дельта t переименуем в альфа, то есть вот у нас внезапно появилась наглядная интерпретация, что такое скорость обучения. Скорость обучения это разница между моментами времени. И кроме этого мы переименуем коэффициент, на который домножается скорость в текущий момент времени в первом уравнении, в коэффициент β. Кроме того, мы будем считать, что дельта t делить на m будет равняться единице. И вот таким образом мы получим вот такой алгоритм. Этот алгоритм называется алгоритм стахастического градиентного спуска с моментумом. На русский это часто переводится как алгоритм стахастического градиентного спуска с моментумом. На самом деле правильный перевод стахастический градиентный спуск с импульсом. У этого алгоритма есть два параметра. Первый коэффициент α называется скорость обучения. Это та самая скорость обучения, которую мы уже видели в обычном стахастическом градиентном спуске. Второй коэффициент β называется momentum factor или коэффициент импульса.